Духа из творения святителя Иоанна Салтовуста, из бесед на Евангелии Святого Апостола Иоанна Богослова. Бог дарует благодать. Человек показывает веру, но затем требуется от человека еще много заботливости для сохранения чистоты. Для нас недовольно только креститься и уверовать. Но если мы желаем приобрести совершенную светлость, то должны вести достойную того жизнь. А это Бог предоставил нам самим. Таинственное возрождение и очищение наше от всех прежних грехов совершается в крещении. Но прибыть в последующее время чистыми и не допускать себе снова никакой скверны, это зависит от нашей воли и заботливости. Потому-то Евангелист напоминает нам и о самом способе духовного рождения. И через сравнение его с рождением плоским показывает его превосходство, говоря, «Которые не от крови и не от похоти плоские, не от похоти мужа, но от Бога родились». И это он сказал для того, чтобы мы, познав ничтожество и уничижение нашего первого рождения от крови и похоти плоской, постигнув напротив важность и достоинство второго рождения по благодати, возымели высокое о нем понятие. Понятие достойно этого дара от того, кто рождает нас таким образом. И затем со своей стороны показывали великое о нем попечение. «Мы должны немало опасаться, чтобы последующим нерадениям и пороками, осквернив это прекрасное деяние, не быть нам изверженными из брачного чертога, подобно пяти юродивым девам или подобно тому, кто не имел брачной одежды. И этот человек был также из числа гостей и был приглашен, но как и после приглашения и такой почести оказал неуважение к пригласившему его, то послушай, какой подвергается участи бедственной и многих слез достойной. Пришедший для того, чтобы участвовать в светлом пире, он не только изгоняется с пира, но связанный по рукам и ногам отводится в тему кромешню, где предается вечному и непрестанному плачу и скрежет у зубов. Итак, возлюбленные, не будем считать одну веру, достаточную для спасения. Если мы не представим чистой жизни, но явимся в одеждах, неприличных блаженному нашему признанию, то ничто не спасет и нас от таких же страданий, каким подвергся тот несчастный. В самом деле, не странно ли, что когда сам Бог и Царь не гнушаются простыми, незнатными и ничего не стоящими людьми, но с распутии приводят их за свою трапезу, мы показываем себе такую бесчувственность, что и в такой чести не делаемся лучшими, но и по призвании остаемся в том же зле и таким образом попираем неизреченное человеколюбие призвавшего. Он не для того призвал нас к этому духовному и страшному общению таинств, чтобы мы приступали к ним с прежними злодеяниями, а для того, чтобы, совлекшись в постыдных одежд, облеклись таким, какие приличны, угощаемым царских чертогов. Если же мы не хотим поступать достойно такого призвания, то это зависит от нас, а не от того, кто так почтил нас. Не Он изгоняет нас из дивного сонма званых, но мы сами себя изгоняем. Он все со своей стороны сделал. Устроил брачный пир, приготовил трапезу, послал пригласителей, принял пришедших и всякую другую честь оказал. Но мы своими нечистыми одеждами, то есть греховными делами, нанесли оскорбление Ему и присутствующим на брачном пире, и всему браку, и потому справедливо мы изгоняемся. Таким образом, уважая брачный пир из ванных, царь изгоняет отсюда дерзких и бесстыдных. А если бы Он оставил одетых в такие одежды, то через это Сам оказал бы неуважение и к другим званым. Но не дай Бог никому, ни нам, ни кому-либо из других людей испытать такой гнев призвавшего. Для того и написано это, прежде чем сбудется, чтобы вразумленные угрозами Писания мы не довели себя на деле до такого бесчестия и наказания. Но, довольствуясь уже только такими словами Писания, все явились на тот зов в светлой одежде, которую и дополучим всем мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава держала честь, ныне и приснанная, во веки веков. Аминь. Том 8, страница 71-72.